Те же самые бесы или те же самые черти, христианское обоснование, истоками берет из Библии, в других традициях их переводят как демоны или деймоны в древних традициях. Например, христианство считает, что все языческие боги это демоны, это те же самые бесы. Поэтому в славянской традиции, когда еще до христианства бесами считались те же самые домовые, те же самые лешие, кусалки, киморы, то есть иными словами, то неизведанное, что для человека было как бы, если его считали злом, то тем более. То есть темное неизведанное. Поэтому темное неизведанное, в принципе, можно все назвать бесовским. Но в каком контексте мы это говорим? Мы говорим это в христианстве, с позиции христианской религии, или мы говорим это с позиции магической. А маги, практикующие маги, у них обязательно там ведьмаков. У ведьмаков обязательно есть фамильяр, у шаманов тотем, хотя это одно и то же. Поэтому вот интересный момент, что называть? Вот Одина тоже называют демона. Иногда рисуют его с рожками викингов, рисовали с рожками как детей дьявола. Ну почему? Викинги нападали на церкви, воровали их, забирали все церковное добро. Вот. И при этом еще там и кричали, и были одеты безобразно, так как монахи и как принято было в культуре Европы. Ну вот получается, что дети демона, дети дьяволы, да, вот в таком плане. Поэтому если мы убираем мистификацию, убираем определенное наслоение культурное, его очень много, то в моем понимании черти или бесы это служебные духи, или духи-помощники. А вот уже какие-то духи, злобные или добрые, это уже определяет сам человек. Вот. Потому что в данном случае дух, это по сути созданная когда-то интеллектуальная программа, да, это программа, которая наполнена определенными свойствами или особенностями, то естественно, что можно эту программу, если подчинить, то использовать в своих целях. Ну, например, добрый дух, так сказать, как появляется добрый дух. Добрый дух это, например, дух, который творит определенные особенности в моральном понимании добра, да. Что такое добро? То есть исцеляет от зла, предупреждает там об опасности и так далее и тому подобное. То есть для того, кому он помогает, он добрый. А предупреждать об опасности, например, когда кто-то надвигается, хочет сделать там пакость какую-то, то для него это злобный дух, потому что он предупредил, да. Поэтому понятие дуальности, давайте мы исключим доброта или зло, это человеческие понятия, но, например, тот же самый домовенок, это тот же самый бес, да. Если хозяева живут в доме, где живет домовенок, и у них склоки зло, то здесь не домовенок виноват, это сами люди, а домовенок напитывается этой энергией. Поэтому чем напитан домовенок, да, таков он и есть. Поэтому если вы покупая, например, дом или квартиру, и там до этого жила семья, которая вела негативный образ жизни, ну, обобщенно так, то и домовенок будет точно такой же, потому что он привык к определенному питанию, да, вот, негативному, вот, эмоциональному, а вы, например, спокойный, нераздражительный, вы добрый человек, знаете, вот, то вы не даете питание этому домовенку, ему, естественно, плохо, и он начинает бушевать, начинает его, поэтому его или перевести на ту энергетику, которой обладаете вы, или каким-то образом есть способы, допустим, выселения этого домовенка, хотя это бывает довольно сложно. Поэтому чертями к бесам, да, давайте относиться не как к некому какому-то темному злу, демоническому злу, а как к духам, с которыми нужно научиться взаимодействовать, как с любым живым, знаете, если, например, мыши точат ваши закрома, и они являются злом, то они являются, между прочим, пищей для других животных, поэтому если уничтожая мышей или отравляя этих мышей, мы отравляем и других участников природы, поэтому к природе нужно относиться гармонично, поэтому нету плохого и хорошего, есть человеческие мысли плохие или хорошие, и опять же плохое и хорошее – это сугубо личный определитель.